Язык Джого, это тоже все языки Монде идут, это группа Джого Джерри, и в данном случае он распространен там к востоку, то есть это Код Дивуар, Гана, но немного носителей, несколько деревень, около 4000 человек. Естественно, бессмиспенный в школах не преподают, в школах преподают на языках колонизаторов, французский, английский. Ну, как правило, они двуязычны в силу того, что язык маленький, и чтобы с другими народами общаться, они либо знают язык соседнего народа, либо знают уже официальный колониальный язык, допустим, французский. Почти все исповедуют ислам, и даже некоторые знают арабский, ну, видимо, те, кто вот священнослужители. Вот система фанем, буду довольно кратко, потому что, во-первых, вообще языки Монде уже описывал, а во-вторых, про этот язык малоизвестно, и само по себе описание у меня маленькое в языках мира. Ну, то есть те же, в принципе, гласные, что и везде, только N трактуется как гласный, то есть есть носовой гласный такой, который обозначается тоже N. Согласные, тоже, в принципе, обычные для этих языков, вот есть еще лабиавилярные, то есть когус с огублением, есть у нас в абхазском языке, в кавказских языках встречаются, вот у них тоже есть у джога. Принципиальная фонетика та же, единственное, что принцип, что открытые слоги, они проводят последовательно, то есть у них слоги даже на носовую не кончаются, всегда кончаются на гласную. Два типа слога, либо просто гласная, либо согласная и гласная. Все. Тоже два тона, тоже язык в основном аналитический, хотя кое-какие там конструкции галлютинативные развились. И вот личные местоимения в джогу, довольно простые, то есть вот N носовое, это будет я, между прочим. Два разных E, это будет, значит, ты и он. Может быть, когда-нибудь искусственный язык сделаю, я бы тоже там гласная бы сделала местоимениями базовыми, потому что это одно из базовых понятий, личное местоимение. Ну, также все детерминативы и трата та, как уже много раз рассказывал. Вот числительные, и в числительных заметно, что проводится вот этот принцип открытого слога, потому что во всех манды 10 будет там, а тут N даже убрали, осталась только та. Удвоение гласная, это значит, что она долга. Долги у них тоже есть, просто вот на письме вот так вот обозначают двумя. Насколько я понимаю, чертишко сверху, это значит, что оно носовое. Тут, к сожалению, даже и это не поясняется, очень краткое описание. Система заметна, что она десятиричная, но, видимо, с остатками пятеричные, потому что, смотрите, вот все, что выше пяти, оно все начинается на MA. То есть, вероятно, самая первая была пятеричная система в них. Вот MA, SEG, SEGBA, да, SEGBA это три. MA, SEGBA это пять, три. То есть, на самом деле, исходная здесь пятеричная система. Но в некоторых диалектах там у них даже пятнадцатеричная наблюдается. На самом деле, то есть, системы счисления были разные, и только при колонизаторах уже обобщили до десятиричной. Глагол имеет суффиксы, в отличие от других языков. Допустим, перфект с помощью суффикса R обозначается, а имперфект с помощью суффикса O. И даже имеются вот пять типов классов. Вот как присоединяется окончание перфекта и имперфекта по этому принципу. Даже пять классов. Однако, более точное вид и время обозначается с сочетанием. То есть, определенный идет показатель, как обычно в МАНДе. То есть, там показатель времени у них идет после отдельной, как отдельное слово, идет после субъекта. Вот это тоже есть. Допустим, будущее время вот так образуется именно. Что идет показатель я, будущего времени, после субъекта, а потом глагол. Но некоторые, они комбинированно образуются. То есть, некоторые с суффиксами образуются времена. Некоторые с переносом этого суффикса, допустим, в самый конец предложения после наречия. И так далее. То есть, само по себе образование времен по-прежнему достаточно сложное. Но в какой-то степени приблизилось вот к тому, что мы обычно наблюдаем в алтайских языках и в индоевропейских. Когда мы образуем времена суффиксами все-таки. Что-то такое там есть. Очень много лобильных глаголов, о которых я уже рассказывал. То есть, глагол может в определенном контексте быть переходным. А в другом тот же самый глагол без всяких изменений будет непереходный. Отрицание с помощью показателя ров в самом конце предложения. То есть, если в предложении есть отрицание, то на самый конец выносится отрицание. Ну, потому что оно первоначально происходит, видимо, от отрицательной частицы у них. Есть артикль «э» определенный, как и во многих других языках Мандэ. Словообразование в основном за счет словосложения. И наблюдаются также типичные суффиксы «ман», «я» и так далее. Порядок слов именно такой же, вот как всегда в языках Мандэ. Есть показатели фокализации. То есть, когда нужно подчеркнуть, что именно вот это происходит, там специально просто слово добавляют и выносят на начало предложения. Часто. Ну, или влево, то есть ближе к началу предложения. Есть союзы, с помощью которых образуется подчинительное предложение. В плане союзов походит. В плане заимствований, ну, вот все те же. То есть, арабский, так как мусульмане, французский, английский, так как колонизаторы эти были. И немножко есть из соседних языков, допустим, ашанти, потому что с ними они тоже контактируют. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...